Работы молодых ученых и инноваций. Вот путь, пусть и долгий, который позволит, по словам президента Путина, построить новую Россию. Это большой задел на будущее. Тем, кто работает на благо страны, на неделю вручали президентские премии. В списке кандидатов было 147 человек, наградили троих. И этот список победителей очень четко отражает суть сегодняшних проблем и поиски пути их решений. Биолог из Сыктывкара Екатерина Прошкина за работы в области генетики, позволяющие увеличить продолжительность жизни и победить старение. Химик из Екатеринбурга Дмитрий Копчук за разработку электронный нос, молекулярные сенсоры, которые позволят предотвращать теракты. Москвич-математик Владимир Стегайлов за разработку систем расчета прочности материалов при супернагрузках. На неделе награды по месту службы пообещали и тем, кто спас людей. Настоящие герои с большой буквы. Как экипаж оренбургских авиалиний спасшей жизни 375 пассажиров. Через 15 минут после взлета на борту полностью проверенного доминиканскими авиаслужбами лайнера загорелся один из двигателей. Экипаж в кислородных масках сажал самолет и эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Все как в кино, только в реальности. Причем сейчас пилоты говорят, самим страшно не было. Волновались за пассажиров. Еще одна новость тоже на грани невероятного. И тоже, когда спасители забывали о страхе ради спасения жизни незнакомого человека. В Москве женщина падает на рельсы метро, потеряв сознание. За ней, не раздумывая, бросаются полицейский, младший сержант Королюк и случайный попутчик Марат Исаев. Поезд уже подходит к платформе, затормозить не успевают. Мужчины понимают, что поднять бьющуюся в руках женщину тоже не успевают. Но успевают спрятать ее в желоб между рельсами и укрыться сами. Тормозящий поезд их накрывает, но все целы. И сержанту Королюку, и курьеру Исаеву на работе пообещали награды. А на поздравления мужчины сейчас отвечают просто. Не было времени думать. Надо было человека спасать.